привет пару дней назад ко мне приехала разбери четвертого поколения и поэтому сегодня видео будет о ней сегодня посмотрим на ее комплектацию а приехала ко мне прям full версия посмотрим как установить на нее разбиан проведем первое включение и потестим посмотрим чем она отличается от предыдущего поколения на котором я все-таки много работал ну что давайте посмотрим что у нас в комплекте начнем сначала с оснащения у нас идут для начала различные провода hdmi кур питания type-c кстати фирменный блок питания карта на 32 гига micro sd здесь у меня корпус различные крепежные элементы радиатора небольшие прям вот совсем какие-то они тут нищенские и металлический корпус вот все-таки есть у нас радиаторы такие вот маленькие да давайте теперь поближе посмотрим на наше новое разбери что в ней есть ну во первых здесь сразу бросается в глаза давайте начнем с лицевой стороны в отличие от предыдущей версии у нее изменены вот эти разъемы они изменены местами теперь у нас здесь стоит гигабитный ethernet остались usb 2.0 и появилась 2 usb 3.0 да если посмотреть на теста то там действительно пропускает способность прямо в разы выше где-то раза в 4 по сравнению с предыдущей версией то еще здесь сразу бросается в глаза сейчас у нас есть два hdmi но они мини здесь есть минус здесь нельзя будет поставить два переходника от мини в обычный hdmi они сюда просто физически не поместятся но у нас комплекте идет вот такой замечательный провод да он всего один поэтому как бы скорее всего где то есть прям самая full версия которая содержит себе прям множество вообще прям все провода подключимся мы конечно попозже что еще бросается глаза они изменили сейчас от питания если раньше у нас было это микро юсб то сейчас это у нас и избитой psy предыдущей версии разбери у нас потребляла 2 ампера то текущая версия четвертого поколения потребляет уже 3 ампера и знаю разбери это действительно критично поэтому у нее в комплекте идут новый блок питания он на выходе выдает ну как написано 5 вольт 3 ампера не обязательно использовать фирменный блок питания конечно можно здесь любой другой использовать можно вообще что-то свое сделать как я делал для предыдущей версии теперь нужно обеспечивать ее потоку уже не двумя первыми а тремя потребление выросло что еще с внешней стороны бросается в глаза ну конечно у нас теперь стоит новый процессор оперативка бросается и если раньше у нас это было ddr2 то сейчас это ddr4 и также у нас увеличился объем сейчас текущую версию можно купить в трех комплектациях на 1 2 и 4 гигабайт разъема чпи остались точно такими же вся распиновка полностью совпадает с предыдущей версии поэтому все платы стали совместимые но несовместимые корпуса потому что во первых у нас изменено расположение вот этих портов ethernet и и избеги но еще у нас не совпадает это димой и порт питания у нас все не совпадали если у вас есть старые корпуса то придется их дорабатывать напильником кусачками но либо новый изготовить корпус ну что давайте сейчас берем весь корпус и поставим операционку на флэшку и попробуем это все запустить посмотрим как это все будет работать у нас да если вам нужны характеристики новой разбери то вот сводная таблица я сюда хочу поставить разбиан так как я думаю он будет более оптимизирован под новое поколение для этого переходим на сайт и видим новую версию разбиан которая называется booster последний релиз был 13 февраля что дает надежду на оптимизацию драйверов я скачаю максимальную версию с софтом помощью программы установим систему на флэшку давайте включим нашу малинку и произведем первую настройку среды давайте немного протестируем я скачал видео в разрешении 4к и давайте попробуем его включить и как мы видим стандартный плеер не смог даже включить видео ладно давайте посмотрим что у нас с браузером перейдем на youtube и посмотрим сможет ли он в принципе запустить видео в 4к данное видео позиционируется как 4к но разбери его даже не видят то есть мы не можем здесь включить 4к максимум 1080 давайте включим и посмотрим как он работает как мы видим есть небольшие лаги и фризы в принципе за год ничего не изменилось даже если сейчас посмотреть старые видео 2019 года что тогда не было 4к и были лаги на 1080 что сейчас все тоже самое никакой оптимизации давайте включим 720 и посмотрим как его малинка будет прогружать но здесь мы уже видим что пропали фризы и смотреть такое видео конечно более приятно да смотрите вот эта версия с четырьмя гигабайтами оперативы но она еще не оптимизирована поставить на нее ubuntu 16 18 или тем более 19 версии вообще не получается даже если вы поставите любую из этих систем при включении у вас разбери просто не включит ее примерно за 15 минут работы разбери нагрелась до 54 градусов но сейчас я это тестил без корпуса с корпусом он конечно тоже нагреется до 50 в среднем градусов но будет делать это более медленно в принципе за такие деньги это нормальный одноплатник лично мне не особо нужен 4к я не делаю себе мультимедиа систему какую-то так что это я от него в принципе не ожидал следующий одноплатник который я себе хочу купить это джетсон нано но это уже совсем другая история прокачивайте свои мозги друзья пока вот